МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная, эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании Омск Дизель это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 55-54-71. Смотрите в программе «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Молодые руки не знают скуки. Начинающий фермер из Любинского района ставку делает на молочное животноводство, но вынужден развивать и подсобные производства. Много планов и забот у селян на Новый год. Какую поддержку обещает Федеральный центр сельхозтоваропроизводителям? И почему не досчитали сотни тонн зерна омские аграрии? Актуальное интервью. Себя найти не поле перейти. Выпускник аграрного университета возглавил агрономическую службу одного из хозяйств из Сельпульского района. История не сохранила точной даты заселения этих земель, но в архивных документах есть сведения о том, что в ноябре 1917 года честновладельческий участок Казмина был национализирован. Купец владел им с 1888 года. Это была его заимка. Теперь деревня полетать дел. Вокруг были сочные луга. Это давало возможность разводить лошадей, овец, коров. Топленое масло и сыр продавали за границей. После революции на месте богатой усадьбы была организована коммуна. В нее объединились бедняки-крестьяне. У них все было общее. Просуществовала коммуна недолго. В 1927 году на этих землях создали колхоз имени Политотдела. От него и пошло название деревни, которая сохранилась до сих пор. В 1962 году открылся зверосовхоз «Маяк». Здесь стали выращивать лисиц, норок, песцов. В 90-е годы звероферма не выдержала дикого рынка, не стала кормов. Хозяйство постепенно обанкротилось. Многие люди потеряли работу, уехали из села. А те, что остались, живут в основном за счет личного подсобного хозяйства или трудятся в городе. До областного центра 54 километра. Сегодня в Политотделе проживает около 500 человек. Это хозяйство Алшаса Макжанова. В нем напоминает западного фермера, у которого небольшое дойное стадо, но нет земли. Корма ему привезут, молочко заберут. Правда, буренки на Западе дают от 9 и больше тысяч литров молока в год. Ну, а нашим коровам до таких рекордов еще далеко. Поэтому фермеру нужна земля. Иначе из долгов не выберешься. Так ли это, спросим молодого фермера. Земля, конечно, нужна. Вот сколько ты денег тратишь ежегодно на корма? Ну, почти в районе полумиллиона, а то и больше уходит почти корма. Кормовая база. А доход от буренок? Ну, доход от буренок, как бы что производим, то и в них и вкладываем. То есть на их содержание и уходит на корма, на фураж, заготавливаем. Значит, держать дойное стадо – это работать по нолям, себе невыгодно? Ну, держать дойное стадо надо, наверное, увеличить поголовье. Допустим, чем больше коров держишь, как бы, если сейчас реализация, тем более, есть. Сейчас сдаем на молочный консервный завод в Красный Яр. Вот. И, как бы, стабильность появилась. Увеличить поголовье надо, тогда она, как бы, будет что-то все равно себя оправдывать, да. Сейчас у фермера 37 дойных коров, а экономически выгодно, он подсчитал, иметь не меньше 100. Конечно, высокоудойных. Такие есть. Летом от каждой получает больше 20 литров молока в день. Собирал, а лжа с отцом таких буренок по крестьянским потворьям всю область изъездили. Поначалу молоко разливали в подбутылки и торговали на рынках города. По деньгам выгодно, но нестабильность удручала. А полгода назад стали возить сырье на предприятия переработки. Каждые две недели живая копейка на расчетном счете. Приобрели танк-охладитель, заказали на полторы тонны. Вот. И с двумя дойками выход, то есть две дойки загонять, можно там содержать, охлаждать. Утрешнюю, вечернюю. Вот. Потом приобрели бочку специально для перевозки молока. Хлопот стало меньше. За качественное сырье доплата идет. Стало легче подсчитывать доходы и свои расходы. Земли нет, но можно выжить? Земля нужна. Конечно, выжить-то можно, но, думаю, далеко не протянешь. И долго, да, потому что это будет процесс замедленный. И мечта иметь 100 дойных буренок не скоро сбудится. А лжасу и сейчас на одно молоко рассчитывать не приходится. Поэтому и решил заняться еще и мясным скотоводством. От низкопродуктивных коров, которые есть в стаде, считает он, тогда больше проку будет. А завести у себя гирефордов планировал давно. Побывал в нескольких хозяйствах, где эту породу разводят. Вот этот гирефорд, он привезен из Алтайского края, кровей. А второй у меня бык, он с Челябинска. Тоже возрасты они одинаковые. Тот по структуре немножко длиннейший в теле. Этот коротконогий немножко шире. Это ближе к гирефорду. Он как бы вот такая у него. Вот, на выборочной как бы брали, как бы все. Местным скотоводством будешь заниматься. Тоже вот какое количество планируешь иметь? Ну, мы оставляем, допустим, если будем, конечно, держать и 50 дойных коров, то этих же телят мы отпаиваем молоком. То есть мы их не продаем, оставляем уже на будущий год. То есть где-то что-то своих не телей, а остальных как бы уже на мясной, на откормочную базу. Смотри, вся фишка в чем? В том, что они на подсосе телята. Да, то есть, допустим, в этом году как бы мы попробовали с этим гирефордом. Вот и ждем теперь отел у нас будет где-то февраль-март. То есть уже получается гирефорда. Посмотрим, как у нас, ну, получится, должно быть, потому что были хозяйства, которые выводили так же, скрещивали гирефорда с обычными нашими коровами. Заниматься селекцией фермеру придется ни год и ни два. Но дело стоящее, считает он. Гирефорды, животные неприхотливые, быстро растут. По 320 килограммов весили, когда привез их хозяйство. Сейчас уже 500. Им нравится больше быть на свежем воздухе, аппетит нагуливать, говорит Лолжас. Пазвищ хватает, район предоставил нам. А вот теперь, единственное, конечно, остались пашни посеются. Ну, на стадии решения вопроса. Ну, сколько тебе нужно земли? Ну, хотя бы, если для начала, то, если что-то сеется, то, наверное, не меньше 500 гектаров, 300-500 гектаров для начала. Тогда пригодились бы и знания, полученные в аграрном университете. Лолжас учится на пятом курсе, будет дипломированным агрономом, как и отец. Тот по специальности работал в соседнем хозяйстве, а сейчас помогает сыну. Три года назад, когда Лолжас только начинал свое дело, даже весь скот со своего подворья отдал ему. И коров, и овец, и коней, все, что было. Конюшню фермер отстроил первой. Сейчас у него 15 голов, из них 5 кобыл. С этими животными расстается неохотно, только когда хороший покупатель найдется, или деньги по зарез нужны. А они нужны всегда. Сейчас, к примеру, лес завозят, каждый год что-то строят. Как бы здесь у нас планируется на 30-35 голов молодняка, то есть телят на доращивание. Мы же своих оставляем телят. И привезено содержание, то есть откормочная база, как бы здесь планируется. Ну, дело к завершению идет сейчас. Потолок, полы, и как бы все. Лес завезли, смотрю. Лес завезли, лес завозим, как бы все это приобретаем, завозим. Ну, лес неплохой, как бы строить можно. Кто строит? Строит наши сами все свои, своими силами, как бы отец, я, рабочие. Выходным планирует молодняк в это помещение поставить. Отец коллижан Бекмагомбетович в эти дни и прораб, и рабочий. Говорит, полы осталось настелить, кормушки поставить. А на следующий год планирует соединить ферму с телятником длинным переходом. А в нем разместят будущее дойное поголовье. Вот такой бегемот получится. Четыре помещения под одной крышей. И тепло, и сквозняков меньше, и пригляд надежнее. Отдельными на этой территории останутся только кошары. Они от ветра надежно закрыты. Овцам, считает Алжас, мороз нипочем. Их своя шуба греет. А вот сквозняков эти животные боятся. До ноября они будут на пастбище. А потом в своем загоне. Идеи кормов достаточно. И вода всегда есть. В Атаре сегодня почти не осталось обычных овечек, которые подарил отец. Больше всего курдючных. Их разводить намного выгоднее, считает Алжас. Гесарская порода, она более, во веру, выносливая наших сибирских условий. Неприхотливая. И, то есть, приводит одного ягненка. Зато он как бы более выносливый, крепкий. И высоко мясо, выход мяса у них быстрее. И, допустим, 6-7 месяцев он уже 25 килограмм мяса выходит. Мама Алжаса тоже принимает участие в семейном бизнесе. В ее обязанности входит реализация говядины и баранины на рынке. Спрос утром, говорит она, всегда хороший. Баранина в цене стабильная цена. А вот само мясо от курдючного, от гесарской породы отличается? Ну, оно, во-первых, гесарское, вообще три вида вообще существует. То есть, просто гесарское, они есть мясо сальное, есть мясные. То есть, мясо сальное, это когда он собирает весь жир у него, получается, в курдюке. Курдюк растет, а структура тела, как бы, он немножко сухопарая. А если вот эти гесары мясные, у него и курдюк, и, как бы, он и в теле у него, получается, прослойки. Но овцеводство, коневодство и будущее местное направление Алжас считает подсобным производством. А молочное животноводство, по его словам, всегда будет на первом месте. В фермерском хозяйстве, кроме семьи Алжаса, троится семь человек. По стуфии, скотники, доярки. Недавно приняли молодую семью. Стояли на бирже труда, там посоветовали устроиться сюда, в политоотдел. Муж взял, получается, номер, созвонился с ним. И что вам предложили? Пойти дояркой и скотником. Да, мы согласились. Дальше как вас здесь приняли? Хорошо. И съемную квартиру подыскали, и зарплату достойную платят. Одним словом, считает Вика, повезло. А молодой фермер, считает везением, имеет свой участок земли с бывшими строениями, где можно развивать свое хозяйство, пусть пока и без пашни, но уже с пастбищем, на котором до поздней осени пасется отара овец. Здесь начало его трудовой биографии и пути, что выбрал для себя Алжас Макжанов из Любинского района. Омская область в этом году вошла в десятку лучших регионов России по валовому сбору зерна. Собрано около трех с половиной миллионов тонн хлеба. Что способствовало такому успеху и над чем придется работать в новом году? На эти и другие вопросы мы попросили ответить министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова. В этом году динамика позитивная, больше предприятий внесли удобрения, в этом году они сработали, прибавка, по нашим данным, от 4 до 6 центнеров с гектара при применении удобрений. И на следующий год мы также будем вести работу по увеличению внесения удобрений. Благо, что производители удобрений несколько снизили цену, это было видно уже и в посевную кампанию, и на сегодня диалог ведется, что можно приобретать удобрения, это и Кемеровский завод, Фосагра, и Уральские заводы, поэтому в этом плане работу будем вести, потому что нам необходимо идти по пути интенсификации земледелия. По подсчетам специалистов Минсельхоза в этом году на гектар в среднем внесено чуть больше 11 килограммов удобрений. Это больше, чем, скажем, 3-4 года назад, но все равно мало, чтобы успокоиться. В Канаде, к примеру, где климат похож на наш, чтобы получить урожай в 27 центнеров с гектара, приходится вносить 82 килограмма. Так что омским сельхозтоваропроизводителям есть на чем работать, чтобы получать высокий урожай из зановых. На прошедшем нынешним летом в Барнауле, Всесоюзном Дне поля, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев предложил даже несвязанную поддержку выплачивать с учетом количества внесенных удобрений. А какие приоритеты для субсидий в будущем году определены в нашей области? Несвязанная поддержка со следующего года в целом меняется. Система субсидирования будет так называемая единая субсидия применяться для регионов. Из 54 направлений сегодня оставляют 7 направлений, на которые мы сможем направлять средства. По сути, все уровни поддержки сохранятся. Никто не говорит о том, что что-то мы забудем или упустим. Там и социальное развитие села, и многие другие вопросы. Но несвязанная поддержка будет перераспределена в плане, что все-таки Южный федеральный округ больше будет стимулировать по плодово-овощным культурам, плодово-ягодным, а у нас будет больше стимулироваться производство зерновых культур, зернобобовых. Поэтому в этом плане мы считаем, что больше мы должны поддерживать наших животноводов, особенно тех, кто занимается молочным животноводством. Поэтому в этом плане мы тоже этой проблемой озадачены, и я думаю, на уровне правительства будем ее решать. История возникновения этого поселения насчитывает несколько этапов. Первый уходит вглубь веков. По архивным данным, хутор Озерко появился в 1752 году. А уже к началу 20-го столетия на этих землях было два небольших поселения, которые в 1927 году объединились. Так на российских картах появилась Новорождественка, которой в следующем году жители отметят 90-летие. В 1929 году крестьяне организовали колхоз. Его преемником стало акционерное общество, которое существует и поныне. В Новорождественке сегодня проживает 800 человек. 300 из них трудятся в хозяйстве. Часть в Аполлоновке, где организованы цеха переработки. От областного центра до Новорождественки 140 километров. К сожалению, не каждый выпускник Омгау остается работать в селе. Но герой нашего следующего сюжета решил, что без деревни ему не прожить. И вот уже 6 лет он занимается самой мирной на земле профессией – выращивает хлеб. По житейским меркам трудовой стаж у Ивана Алексеева небольшой. Почти столько же ушло на то, чтобы получить профессию агронома в Омском ВУЗе. Но здесь, в Новорождественке, эти 6 лет другая школа. Где и шишек набьешь, и почем фунт лихо узнаешь. Либо разочаровываешься и укатишь куда-нибудь подальше, либо останешься. Иван Алексеев остался. К одору пришелся, как говорит директор хозяйства. Я сам, в принципе-то, агроном. Поэтому агрономом проработал с 1973 по 1987 год здесь главным. Когда директором поставили, пригласил Климанова. Нормально, работали с Владимиром Николаевичем. А потом, ну, на пенсию, говорю, ну, давай будем работать уже. А здесь подвернулся, мы заказ сделали. Молодого парня прислали. Ну, натаскивал Владимир Николаевич, натаскивал. Буду так говорить. С собой брал, рассказывал, учил, на планерке приходил. Ну, он знал, что, вот, говорит, придет время, я буду уходить, он уже будет готов. Готовым, чтобы стать главным агрономом. Пожалуй, самым молодым в Василькульском районе. Нынешняя жатва была четвертой, самостоятельной, у Ивана. Убрали вовремя, но урожаем агроном не очень-то доволен. По 16,9 центера зерна с гектара получили. Могли бы и больше, хлеб стоял отличный. Из-за бурой ржавчины много потеряли. Директор все вино берет на себя. На фунгициды денег пожалел. На гербициды затратили 5 миллионов фунгицидами. Пока еще не дошли, не работаем. Хотя видим, что уже второй год надо бы работать. Самое главное, считает Иван, сделать правильные выводы. В этом году вовремя убрать хлеб помогли два комбайна, приобретенные по лизингу. Практически все зерно третьего класса с высокой клейковиной. Этим, наверное, и запомнится нынешняя жатва. А самая трудная уборка была в 2014 году. Почему? Под снег ушло, да, у нас почти полторы тысячи гектаров зерновых. Да, не успели, снег выпал рано, вегетация у нас затянулась. То есть мы начали убирать на три недели позже обычных сроков. Ну, это все связано с погодными условиями. Раньше, ну, начинать, в принципе, было нельзя. Ну, зеленое, хлеб зеленый, его молотить невозможно. А мощности у нас не такие большие, чтобы мы смогли там за две, за три недели все убрать весь объем. Урожайность была неплохая, там выше 20, около 24 даже. Весной молотили, да, все это по весне. Весной поле, как катком прикатанное, лежит хлеб. Ну, солнце светит, сама масса хлебная сухая. То есть, ну, зерно абсолютно сухое, было 10% влажности. А под ним, снизу, вот, весеннее-то влага, оно все отошло. То есть, ехать комбайн не может. Но с горем пополам, говорит Иван, все же убрали. Две тысячи тонн зерна намолотили. Часть на корм животному оставили, остальное продали. Ту уборку помнит и супруга Ивана, Настя. Муж возвращался с работы поздно, хмурый, неразговорчивый. А она с расспросами не лезла. Сам расскажет, когда на душе легче станет. Такой характер у него. Скучно, что его дома нет, что он вот утром уехал в 7 часов, там, где в час ночи, может, и в 2, и в 3 приезжал домой, когда, особенно если в уборку или в пассивную, тяжело было. Ну, ничего, справились. Сейчас привыкла, да, что нет его дома, что он на работе, что он чем-то занимается. А хозяйство? Хозяйство? Вообще, у нас как получилось с хозяйством? Нам интересно, что первый год мы жили, и без хозяйства у нас не было. Ни птицы, ни поросят, ничего. Вот. Потом приехал брат у меня в гости к нам. Подарил нам двух поросят, так сказать. Мы смеемся до сих пор. Вот. А потом уже на следующий год мама приехала, родители приехали, и помогли нам приобрести там уток, курей, уже вот так вот. И Иванины родители помогали, сколько давали, и птицу, и где поросяток там, чтобы вот мы разводили, чтобы было что-то у нас свое. В теплице, огород, сарай, где в стайках поросята и птица выправляются по очереди, у кого времени больше. Настя работает в школе, Ксюша при ней, в подготовительный класс ходит. Иван успевает и до работы, и вечером в сарай заглянуть, почистить, накормить животных. Хлеб убран, урожай в закромах. Пшеницу начали продавать, с долгами рассчитываться можно. И выводы делать, как дальше жить, на что ставку делать. Главный агроном у директора, первый советчик, не смотря на свой возраст. Вы всегда с ним соглашаетесь, или нет? Нет, не всегда соглашаю. Как я могу с ним все время соглашаться? Нет. Но мнение у него свое, он отстаивает его, аргументированное. Когда начинаем, какие-то разногласия есть, он доказывает вот так и так. Где-то я соглашаюсь, а где-то нет. Но в одном сходится и директор, и главный агроном, что нужно работать, привлекать молодые кадры и заботиться о земле кормилицы. Ведь хлеб, как ни крути, всему голова. Спонсор показа – компания «Омск Дизель». Об этом тракторе в крестьянском хозяйстве были наслышаны давно. Мощные, экономичные, современные, надежные. Мечтали, чтобы и на своих полях работала такая техника. У них было три пассивных комплекса «Хорж». И лучшего варианта для агрегатирования, чем «Аксион 950», не видели. В 2015 году в компании «Омск Дизель» сделали выгодное приобретение. В первую же весну «Аксион 950» с пассивным комплексом «Хорж» показал свои возможности. Результат налицо. Сроки посевов сократились, всходы были дружными, а урожай собрали в разы быстрее. У нас-то есть с чем сравнить. Мы раньше сели на К-700. Вот, например, вот этот «Аксион», да, они смену делают почти 300 гектаров. Ну, вот, за сутки. Трактор удобный, на 380 лошадей у него. Он так, селку, ну, идет без нагрузки. После него на почву давления нету такого вмятин таких, колеса большие. Ну, одним словом, трактор хороший для сельского хозяйства. Это вообще, можно сказать, на ход. Обслуживание он с дизелем очень хорошее. Только по первому замку сразу приезжает, сразу все устраняется. Александр Гуляев пришел в это хозяйство на практику в 17 лет. Первые навыки механизатора осваивал на тракторе «Беларусь». После окончания СПТУ вернулся на предприятие уже специалистом. Трудолюбивый, ответственный, в технике толк знает. Поэтому и доверили ему современную машину. По такому тракторе только мечтать можно. То есть здесь все условия для механизатора. Начиная, не знаю, от холодильника, заканчивая кондиционером. Бортовой компьютер, уже никаких датчиков, ну, как вот, ну, раньше в тракторах было. Тут все компьютеризировано. Допустим, сейл, когда едешь, все запускано двумя кнопками. Можно выставить. То есть от механизатора требуется только развернуться. Высокопроизводительная техника – залог эффективной работы предприятия. В этом давно убедились руководители многих хозяйств области. Оценить технические возможности трактора «Аксион-950» и получить консультации специалистов и даже пройти тест-драйв можно в центре продаж компании «Омск-Дизель». Компания «Омск-Дизель». Ваш выбор – правильный результат. Спонсор показа – компания «Омск-Дизель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин